Салам Астар Махурмед Тотандастар. Здравствуйте, уважаемые соотечники. Я сегодня хочу провести прямой эфир, проанализировать те события, которые сейчас происходят в Казахстане. Последние несколько дней активно идут протесты, именно связанные с китайской экспансией в экономику Казахстана. И не только в экономику Казахстана, чтобы мы все понимали, это напрямую влияет на крупнейшие политические решения, которые принимает высшее руководство нашей страны. Высшее руководство, когда я говорю это слово, это относится именно к Нурсултану Назарбаеву. Хотя он где-то сейчас по миру шатается, в Лондоне где-то еще пропадает на пару месяцев. Но ни у кого не должно быть иллюзии. Вся политическая ситуация находится под контролем Нурсултана Назарбаева. А нынешний президент Такаев просто является исполнителем его воли. Итак, вы сейчас все являетесь кто свидетелем, кто участником активных протестов, выступлений. В понедельник эти выступления начались Жаназени. Во вторник численность протестующих увеличилась, достигла минимум 800 человек. Затем подключился Шимкент, Алматы, Астана, Ахтубе и ряд других городов страны. Уважаемые друзья, надеюсь вы наблюдаете, что власти как бы не очень сильно препятствуют проведению этих митингов. И конечно же вы хорошо знаете, что любые шествия, митинги, акции регулярно преследуются властями. А здесь, обратите внимание, в Астане шествия и полицейские идут следом, такое ощущение создается, как будто мы вот-вот будем жить как в западных странах, когда сами митинги являются, скажем, свободными для граждан и носят обычно уведомительный характер. Когда в нашей стране совсем недавно, пару месяцев назад преследовали за пустые плакаты, конечно же вы все должны понимать, что это не просто так. Не просто так, то что власть не преследует. И обратите внимание, как только повестка протестантов звучит, нет китайской экспансии, власть терпит. Когда протестанты требуют освобождения политических заключенных, власть терпит. Но как только начинает звучать требование об отставке Нурсултана Назарбаева, как вчера было в Ахтубе, когда протестующие начали скандировать шалкет, то из группы протестующих, в числе которых были и представители партии Нуратан, прошу ваше внимание обратить на это, были представители разных неправительственных организаций, которые реально прямо связаны с этой властью. И как только начали звучать требования в Ахтубе шалкет, митинг сразу подвергся давлению, некоторые люди были задержаны. То есть можно сделать выводы, что если повестка дня по каким-то причинам сегодня власть устраивает, а именно критика власти за близость с Китаем, с их инвестициями, при остановке развития строительства 50 проектов, то в принципе власть это терпит. Пока во всяком случае. Я по этому поводу хотел бы резюмировать, сделать выводы, чтобы у вас было полно ясно, что происходит в стране. Итак, если посмотреть июль-август этого года, то мы все могли бы наблюдать черчайную активность нашего общества. Это сильно радует, потому что такого не было никогда за всю историю независимого Казахстана. Все эти активные действия гражданского общества говорят о том, что наше общество пробуждается. В основном политические требования в августе месяце были связаны именно с политическими заключенными. Наши граждане требовали освободить политических заключенных. Была масса пикетов в поддержку Мухтара Джакшева. Были пикеты в самых разных городах страны, были шествия, и власть вынуждена была это проглотить. Почему? Это в первую очередь связано с тем, что все предыдущие месяцы, в июле, в июне, в мае и так далее, демократический выбор Казахстана организовал несанкционированные митинги. Как вы знаете, 9 июня, в день выборов президента страны, власти Казахстана задержали около 5000 человек. Это беспрецедентное количество задержанных. Для сравнения, я могу сказать, что в Москве в 2012 году, когда на марш протеста вышло около миллиона человек, было задержано всего лишь чуть более тысяч человек. То есть, вы понимаете масштаб жесткости действий власти. И поэтому, в связи с тем, что эти митинги не останавливались, никто не спрашивал разрешение у власти, то есть, власть начала пятиться, и во всяком случае, одиночные пикеты или пикеты отдельных групп лиц, она не задерживала людей, не препятствовала. Конечно, фиксировали, потом предъявлялись какие-то претензии, но в целом, август был достаточно мирный. О чем это говорит? Это говорит о том, что наши граждане отвоевали часть своих прав. Когда кто-то говорит, что в России проходят протесты, и потому что они связаны с тем, что именно Путин дает разрешение, я все время это опровергаю и говорю простые слова, что эти митинги в России происходят независимо от того, даст Путин разрешение, не даст. И поэтому Путин вынужден давать, потому что люди все равно будут выходить, и эти будут процессы неуправляемые и неконтролируемые. Вот так завоевываются права и свободы. И я хочу поздравить наш народ с тем, что мы часть свобод отвоевали. Власть очень сильно обеспокоена тем, что сейчас в обществе появилась консолидирующая сила политической организации демократических выборов Казахстана. Что именно эта организация сумела объединить протесты на строение самых разных слоев общества. Матерей, тем, кто недоволен социальной политикой государства, тем, кто недоволен тем, что эта власть арестовывает людей беспричинно, преследует верующих. Очень много политических заключенных именно за религиозную принадлежность к тем или иным группам, за вероисповедание, за политическую деятельность. Очень много людей, недовольных тем, что государство проводит активно политику в поддержку экспансии Китая в нашу страну. И именно политическая организация демократических выборов Казахстана сумела объединить эти протесты, которые вылились в массовые митинги 9 июня, 1 мая и 6 июля в частности. Поэтому власть очень сильно обеспокоена. И сейчас цель власти раздробить протест, распылить его, чтобы протесты были мелкие, небольшим числом. Ну, считая, что глобальные тенденции невозможно остановить, протесты людей никуда не денутся, правительство не в состоянии их решать. Власть решила для себя распылить, раздробить и сделать их для себя безопасными. Тем, кто скептически относится к моим выводам, я хотел бы вас направить к следующему факту. Был такой посол Грузии Иртезбаев, ранее был министром информации, как его раньше называли, соловьем режиму султана Назарбаева. Он сейчас срочно отозван. В 2001-2002 году, когда был организован ДВК, первый ДВК, Назарбаев его активно использовал, чтобы он боролся идеологически против нашего политического движения. И сегодня я выставил в качестве подтверждения эти видео, чтобы вы понимали, что эти действия власти по отзыву его с должности посла не случайны. Потому что именно в 2001-2002 годах очень сильное влияние на общество имел именно первый демократический выбор Казахстана. Сейчас повторяется та же самая ситуация, только разница в том, что в 2002 году Асанжимар Токаев был премьер-министром, а в 2019-м он президент. И вот сейчас наступила ситуация, что новая ДВК опять сумела развить и организовать протест таким образом, что власть очень сильно обеспокоена. В качестве подтверждения я хотел бы вам процитировать цитаты. Сегодня информбюро опубликовало статью, интервью Ертесбаева. И вы все должны понимать, что это не случайное, он фактически рупор власти. Итак, что говорит Ертесбаев? Он утверждает, что накануне первого визита, первого государственного визита Токаева в Китай, и хочу обратить ваше внимание, что первый визит на посту президента после инаугурации Токаев делает именно в Китай, а не в какую-либо другую страну. Итак, Ертесбаев заявляет, что вот в интернет-пространство сбрасывается разная информация, по сути это ложь, что сбрасывается информация, что Назарбаев продал Казахстан Китаю. И в свое время якобы Токаев отдал нашу землю. И Ертесбаев утверждает, что это полная чудовищная ложь. То, что земля передана безвозмездной Китаю, я по этому поводу делал специальный фильм. Это решение подписывал сам Назарбаев и подписывал также Токаев, будучи министром иностранных дел в то время. Поэтому эти слова Ертесбаева, что это ложь, легко опровергаются официальными данными. Далее, что говорит Ертесбаев? Ертесбаев говорит, что митингующие якобы не сведущие люди, что они поддались дешевой пропаганде, которая в основном идет от ДВК. Ее охотно подхватывают митингующие. Я прошу обратить ваше внимание, что рупор власти прямо четко говорит, что якобы все эти процессы, протесты напрямую связаны с ДВК. Поэтому я прошу очень внимательно выслушать эти цитаты и чтобы вы понимали, чего боится власть. А власть боится именно организующей, консолидирующей роли демократического выбора Казахстана. Далее, он утверждает, что словосочетание «китайская экспансия» по отношению к Казахстану – чудовищная ложь. «Я сейчас буду шаг за шагом опровергать этого пропагандона режима». И он же говорит, что оказывается, мы должны благодарить Китай за то, что они дружат с нами. Совсем недавно, несколько дней назад, мажористмен Башко сказал, что народ Казахстана должен стоять на коленях и благодарить государство за ту социальную помощь, которую получают граждане этого государства. То есть мы, граждане, источник власти, как гласит Конституция, оказывается, должны благодарить государство или в первую очередь слуг своих, которых назначили на эти посты, за то, что они деньги же самого населения перераспределяют населению страны. И вот теперь новый пропагандон или старый пропагандон Нурсултана Назарбаева заявляет, что оказывается, мы должны благодарить Китай за то, что они дружат с нами. И дальше, что говорит тот же самый Иртезбаев. Иртезбаев утверждает, что оказывается, я усиленно, Аблязов, он прям пишет, ищу возможность организовать активные протесты, чтобы кровь пролилась. И тогда, оказывается, Аблязов скажет, что вот бесчеловечный режим, и его нужно свергать вооруженным путем. Вы слышите, что говорит главный пропагандон Нурсултан Назарбаева? Сейчас он займет ключевую роль в пропаганде страхов Нурсултана Назарбаева. Он займет ключевую роль в оправдывании той политики, которую проводит Нурсултан Назарбаев. В своем интервью Иртезбаев говорит, что почему так повышает роль Китая, что якобы Китай стоит на четвертом месте по объему инвестиций, что впереди какие-то другие страны, там США, Нидерланды, Россия. Я сейчас очень подробно объясню, что этот пропагандист Назарбаева непрерывно лжет. Непрерывно лжет, чтобы оправдать ту политику, которую проводит Нурсултан Назарбаев, нивелировать, обесценить реальную реакцию наших граждан, чтобы наши граждане были убаюканы и также обманывались, как предыдущие 30 лет. Верили Назарбаеву, верили, что жизнь изменится, что наша страна войдет 30 передовых стран. И теперь я уверен, что наши граждане в основном понимают, что это ложь. Что делает власть? Вот вы из этих цитат можете понять, что власть сейчас напугана. Она напугана, боится консервирующей роли демократического выбора Казахстана и всеми путями, используя разные пропагандистские приемы, хочет ослабить те протесты, которые происходят в нашей стране. А протесты идут. И я очень рад, что сейчас протесты нарастают. Да, они сейчас не являются многотысячными, но они будут многотысячными. Но для того, чтобы это было, нам нужно объединиться. То, что нам нужно объединиться, это понимают все, понимают многие. На митингах в Жанозене, в Шенкенте и так далее. На тех или иных Курултая, которые даже были под плечом власти, под крышей власти. Было очень много людей, которые ясно и четко говорили, что нам нужно сменить режим, а для этого нам нужно объединиться. Вот чего боится власть. Поэтому сейчас, накануне митингов 21 сентября, о которых мы объявили, которые мы планируем организовать по всей стране, власть для себя принял решение дать возможность спустить пар в определенном русле, зафиксировать наиболее активных людей и создать такую возможность, чтобы до 21 сентября вот эта протестная масса, которая сейчас формируется в разных городах страны, она не могла объединиться, чтобы политическая организация, демократический выбор Казахстана не смог все эти силы, недовольные, собрать в один кулак по всей стране и добиться главной политической цели, которую ставит перед собой демократический выбор Казахстана, а именно смены политического режима Нусултана Назарбаева и всей политической верхушки, которая помогает ему узурпировать власть уже в течение 30 лет. Что делает власть? Власть применяет старые испытанные приемы. Здесь часто люди говорят, что оппозиция должна объединиться, почему вы не объединяетесь. Вы должны понимать, что объединяться должны подобные, объединяться должны те люди, те организации, которые действительно разделяют ценности, которые действительно объединены одной единственной цели смены режима и построения нового свободного государства. А если люди этих целей не преследуют, это совершенно другие задачи. Они маскируются, прячутся, делают вид, уводят протест в сторону, мы должны понимать, что с ними нам не по пути. Сейчас власть создает разные политические движения, типа, ой, я вам Казахстан. Они свободно шествуют по улицам, они озвучивают какие-то лозунги нейтральные, которые выгодны для власти, которые создают иллюзию, что якобы вот в нашей стране разрешены митинги, нет проблем, выходите, протестуйте. Да, кому-то мы не дадим разрешение, мы не дадим разрешение экстремистам. А кто у нас экстремист? ДВК. А все остальные мелкими группами вы можете выходить, что-то говорить, не проблема. Вы эту логику видите. Видите даже, что Каев заявил, что мы не дадим разрешения неким хулиганствующим элементам. Хулиганствующий элемент это кто? Это будет, безусловно, демократический выбор Казахстана. А все остальные, пожалуйста, шествуйте, и мы вам дадим возможность походить по... относительно безопасно для самой власти. Поэтому, собственно, вот такие процессы происходят. Вот только Ак-Тебе показало, что как только кто-то скажет шалки, сразу и задерживает, и разгоняет эту протестную массу. Сейчас я хотел бы вам напомнить, что сделала власть совсем недавно, когда были президентские выборы 9 июня. Власть вытащила бывшего оппозиционера, так называемого, Амиржана Хусанова, который убедил значительную часть нашего народа, что он противник режима. Хотя я с самого начала, как только он появился, сразу сказал, что это кукла Назарбаева. Подвергался такого массивного давления и критики. Но в течение месяца Казанов четко показал, что он действительно играл в игру с властью, что это кукла режима. Также власть привлекала известных людей, неких так называемых, в кавычки, героев, как космонавта Тохтара Обакирова, который давно поработает советником Назарбаева. Перешел на сторону Назарбаева еще где-то в 12-м году, при этом закидав камнями оппозицию. Привлекли известного Акына Заитова, который все топили за Косанова, убеждали, что вот надо идти за Косанова голосовать. Потом Заитов встал на колени перед народом, попросил прощения. Куда-то пропал космонавт. Затем известный агент-провокатор Ермек Нарымбаев, который тоже топил за Косанова, призывал, что вот мы сейчас победим, тоже сказал, что извините, Косанов меня обманул. Но и месяца не прошло, эта группа начала пропагандировать, что вот теперь мы должны голосовать за партию ОСДП, которая тоже партия подставная власти. В нашей стране никакую политическую организацию, оппозиционную режиму на султана Зарбаева зарегистрировать невозможно. И открыто, публично действовать тоже невозможно. Это мы все должны четко понимать. И все те люди, которые продвигают эти идеи, берут эту протестную массу, разворачивая сначала за Косанова, а Косанов таким образом легитимизирует выборы, создает видимость конкуренции. Затем начинаются парламентские выборы, там партия ОСДП Ахтихат во главе БАПИ, который вчера тоже был оппозиционным журналистом, уводят опять вправо. Потом появляются молодежные движения типа Ян Казахстан, которые шерствуют и вокруг себя вполне искренних людей, которые недовольны существу из ситуации, тоже их вовлекают. И таким образом большой протест начинает дробить в разные стороны. Вот вчера, например, я в прямом эфире говорил о группе людей типа Альнур Ильяшева, которые там организуют протесты мелкие вместе с Геннадием Христианским, неким Геннадий Христианским. Это тоже агенты власти. Мы все должны научиться распознавать, какая цель. Теперь какая цель? Главное, вы поняли, главная цель, чтобы не было политической организации, которая была бы в состоянии организовать объединение разных протестов, в один кулак и добиться смены режима. Это самая главная проблема власти, которую эта власть пытается решить. Второе. После 10 числа ожидается визит Такаева Китай. Ну, тут Такаев, конечно, ожидает, что его хорошо встретит. Как же так? Народ там недовольный китайскими инвестициями, а нынешний президент, плюс реальный руководитель страны Назарбаев, героически борются с этим протестом и дает возможность китайцам работать в Казахстане. И хотел бы я напомнить, что Назарбаев, по собственному признанию, является совладелецем проектов с китайцами 50 на 50. И, конечно же, его значение в глазах китайцев возрастает. Как же так? Народ страны возмущается, а эта политическая верхушка открывает все возможности для внедрения китайского государственного капитала в нашу страну. Вот, собственно, все очень просто. Я еще раз хотел бы вам привести ряд примеров, чтобы вы понимали, что эта власть будет стараться дробить, дробить наш протест. И все отдельные призывы об объединении оппозиции, они должны быть реальными. Вы все должны понять, кто является реальной оппозицией, а кто играет. Я хочу сказать, что такие приемы власть применяет давно. Когда в ноябре 2001 года мы объявили о создании демократического выбора Казахстана, я хотел бы напомнить молодежи, которые не знают историю. Назарбаев использовал административный ресурс и оказал давление на некоторых членов ДВК. Это Ураз Жандосов, Булат Абилов, там и другие были, Алихан Байменов. И таким образом из ДВК была расчленилась, была организована партия АКЖОЛ. И в результате того, что организация раскололась, наше движение ослабло, это привело к тому, что Назарбаев меня и Жакьянов посадил в тюрьму соответственно 6-7 лет и почти задавил сопротивление и развитие демократического выбора Казахстана. А АКЖОЛ появился на политическом небосклоне, стал заявлять, что это конструктивная оппозиция, которая не радикальная, которая готова найти правильные шаги, чтобы шел эволюционный процесс изменений в обществе. В итоге, к чему это привело? Через какое-то время АКЖОЛ раскололся на две части. Назаржел, АКЖОЛ в лице Байменова, который предал эту партию, он вошел в парламент. Назаржел фактически один из ее руководителей, Алтенбек Сарсимбаев, был убит со своими помощниками. И, в общем, эта партия пропала. Булат Абилов ушел из оппозиционной деятельности. Ураз Жандосов ушел. Нету АКЖОЛ. Есть партия-предатель, который сейчас заседает в парламенте. Я хочу сказать, что все те, кто проводил такую соглашательскую политику, фактически стали жертвами, жертвами компромиссов, жертвами того, что они боялись, жертвами того, что не организовывали серьезную борьбу. Каждый раз, когда нужно было выводить тысячи сторонников на улицы, они просто подавали иски в суды, которые заведомо принимали решение в пользу режима Назарбаева. На парламентских выборах 2004 года, когда оппозиция реально набрала большой процент голосов, АКЖОЛ в лице тех самых лидеров старых, они не организовали борьбу. По сути дела, протест, недовольство людей было слито в унитаз. Это было в 2004 году. И шаг за шагом власть дробила оппозицию, дробила и дробила, убивала, сажала людей в тюрьме. Некоторая часть, как я, покинули страну. И вот таким образом, через какое-то время, все оппозиционное пространство было зачищено. Поэтому сейчас аналогичная ситуация. В лице демократического выбора Казахстана появилась серьезная политическая организация, которая представляет угрозу для этого режима. Именно поэтому сейчас режим организовывает разные мелкие течения организации, чтобы раздробить и увести процесс в сторону. Что было вчера, позавчера на этих митингах? Протестующие, например, в Астане, хотели идти на Ахварду. Там появился такой Блялов, Булатбек, который сказал, нет, давайте мы пойдем к Акимату. И этот протест был слит в Акимате. Мы все прекрасно знаем, что Акимы ничего не решают по экспансии Китая. Все вопросы решает только Назарбаев, Вахарде. И так весь протест был размазан на уровне Акиматов. То есть эти люди специально пишут письма Токаеву. А зачем выходить на митинги и все прочее, если все это ограничивают просто письмом в адрес Токаева? То есть, таким образом, что делает власть? Она приподнимает ситуацию и потом тушит, его раскидывает по разным сегментам на уровне Акиматов и протест пропадает. И через какое-то время у людей создается ощущение беспомощности. Потому что вроде бы они вышли, вроде бы они протестовали, а в итоге, пшик, осталось мало людей. Кого-то закрыли, кого-то преследовали, кто-то потерял работу. И у людей создается ощущение, что с этим режимом бороться бесполезно. Так действуют режимы авторитарные во всем мире. В частности, в Гонконге жители Гонконга требовали отменить возможное внедрение закона об экстрадиции с Гонконга в Китай. 2 миллиона человек вышло на улицы Гонконга. Власть упиралась, в итоге просто приостановила рассмотрение этого закона. Но, безусловно, нашлись тысячи людей, которые начали говорить, все, мы победили, давайте мы больше не будем протестовать. Нет. На сговор основная часть населения не пошла. Протесты стали нарастать. Столкновения с полицией. Два дня назад центральное правительство Китая пригрозило, что введет войска в Гонконг, но протестующие не остановились. И вчера протестующие стали праздновать победу. Потому что администрация Гонконга полностью отозвала закон о возможной экстрадиции граждан Гонконга на материковый Китай. Вот вам яркий пример. Как власть пытается раздробить. Сказать, вот вы уже полпобеды получили, достаточно, успокойтесь, не надо. То же самое происходило и у нас. Когда дробили ДВК, когда создавали Ахжол, НАДОС Ахжол. Теперь ОСДП, разные поставные структуры, используют бывших оппозиционеров. Эта власть уже не знает, кого вытащить. Потому что вытащили Касанова с наклейкой оппозиция. Он сам себя сжег. Теперь вытащили Ермурата Бапи, который вчера был оппозиционным журналистом. Который говорит, что вот мы теперь оппозиционная партия ОСДП. Но я уверен, что вы прекрасно разберетесь, что это проект Касанов-2. И все известные люди, как Тухтаров Бакиров, тот же самый Акын, Ренат Заидов, они куда-то все пропали. Вы все должны знать, что власть разным путем будет дробить наш протест. И мы не должны поддаваться. Теперь о угрозах реальных. Китай реальная угроза. Сейчас это вторая в мире держава. И не только мы обеспокоены экспансией Китая. Не только мы. Обеспокоены и россияне. Потому что на Дальнем Востоке присутствие Китая огромное. Они вывозят миллионы кубометров леса из России. Все технологии, товары и так далее тоже фактически попадают в Россию, которая не имеет такого производства. И былое могущество, которое якобы осталось у России от Советского Союза, оно с каждым днем убывает. Россия слабеет. Китай усиливается. И это усиление, как вы понимаете, государство, население полтора миллиарда, просто так не пройдет. Шаг за шагом. Сначала через экономику, опутывание через кредиты. В конце концов, это придет к тому, что наши страны потеряют независимость. Угроза стоит над всей Центральной Азией. Угрозы стоят и перед Россией. Но особенно слабые мы. Почему мы слабые? Потому что Назарбаев предал наши национальные интересы. Потому что он имеет с ними бизнес 50 на 50. Потому что он непрерывно лжет, когда говорит, что Китай якобы четвертый по инвестициям в Казахстан. Нет, это не правда. Я вам сейчас объясню, как считаются инвестиции. Вот Тенгиз Шевройл добывает свыше 30 миллионов тонн нефти. То есть, треть нефти в Казахстане даже больше добывает Тенгиз Шевройл. Американская группа. Что делается? Берется наша нефть. Продается по мировым ценам. Часть доходов. От проданной нашей же нефти обратно инвестируется в Казахстан. Заработную плату. Расширение месторождений. Это считается американскими инвестициями. То есть, с нашей же нефти обратно же инвестируется в страну. И цифра там вырастает в десятки миллиардов долларов. Второе, допустим, Нидерланды. Нидерланды просто это хорошая налоговая зона. Когда продажа продукции, нефти и все прочее идут через такие офшорные страны. Эти деньги потом какая-то часть обратно забегает в страну. Считается, что вот тоже инвестор там номер два. Но в реальности давайте посмотрим на ситуацию трезвым взглядом. Куда с первым визитом едет президент Токаев? В Китай. Где вы больше всего видите визитов Назарбаева? В Китай. Где вы видите кредиты, которые поступали бы из Америки или Европы? Вы видите, что кредиты после каждого визита приходят из Китая. 40% нефтегазового сектора нашей страны контролирует Китай. Вы не видите такого количества американцев на наших улицах, в наших городах. Вы не видите такого товаропотока по железной дороге, кроме как китайского. Объективность такова, что в реальности именно Китай присутствует в нашей стране. Именно Китай так называет инвестор номер один. Все остальное это прикрытие манипуляций цифрами. Поверьте мне, как опытному экономисту, который ясно понимает, что такое инвестиции в нашу страну. И поэтому все эти разговоры, что земли уходят китайцам, что самые крупные месторождения вольфрамы уходят китайцам, что наши руды все уходят китайцам, что газотранспортные сети, нефтяные сети двигаются в сторону китайцев и нарастает торговля только с китайцами. Наш народ, наверное, где-то наивный, наверное, где-то много терпит. 30 лет терпел Назарбаева, но не замечает. Но в чем не откажешь нашему народу чутье? Наш народ прекрасно чувствует и понимает, откуда исходит опасность. Опасность исходит из Китая. Если мы сейчас не объединимся, не организуемся, не остановим преступные деятельности у султана Назарбаева, наступит момент, когда Китай будет везде. И многомиллиардные кредиты и присутствие во всех секторах экономики приведут к тому, что мы потеряем возможность быть самостоятельным государством. И это наш народ чувствует очень хорошо. Поэтому, когда вам говорят, что это фантазии, что это неправда, что Китай занимает четвертую строчку по инвестициям в Казахстан, не верьте, они занимают ключевую позицию, первую позицию. И опасным является то, что глава государства, фактически глава государства, но султан Назарбаев со своей мебелью, косможимар-такаев, является проводниками всей политики Китая по экспансии в нашу страну. Поэтому, это угроза реальная. Наши люди абсолютно правильно чувствуют опасность. И в этой связи, я хотел бы вам напомнить, что 21 сентября мы проводим митинг по всему Казахстану. Мы говорим «шал душпан», «шал враг», враг нашего народа, враг нашей страны. Мы пытаемся остановить китайские инвестиции, китайской экспансии. Но кто затаскивает китайцев в Казахстан? Нурсултан Назарбаев. Кто имеет с ними долю в бизнесе? Нурсултан Назарбаев. Поэтому мы претензии должны предъявлять не китайцам, мы должны предъявлять претензии на Султану Назарбаеву и всей политической верхушке, которая исполняет его волю, продает наши интересы. Именно поэтому 21 сентября мы будем говорить, что «шал душпан», «шал душпан», он наш враг. До тех пор, пока мы не добьемся смены политического режима, каждый день, каждый час наша страна будет терять шаг за шагом возможность быть сильным независимым государством. И угроза Китая действительно очень серьезная. Поэтому, уважаемые друзья, 21 сентября мы призываем объединить все наши протесты, кто недоволен инвестициями Китая, кто недоволен политикой по многодетным матерям, кто недоволен социальной политикой, у кого нет жилья, у кого маленькая зарплата. Мы всех призываем объединиться и выйти на митинг 21 сентября. Я безмерно рад, что наши граждане проявляют активность. Но мы все должны понимать, что только тогда, когда мы выведем на улицы десятки тысяч людей, мы достигнем главной нашей цели смены политического режима. И отдельными акциями, отдельными пикетами, отдельными немногочисленными шествиями этого невозможно добиться. Этого возможно добиться только тогда, когда мы все протесты объедним в один кулак. И такая возможность у нас есть. 21 сентября в 14 часов дня, в субботу мы проводим митинги по всей стране. Нынешний режим пытается подкупить людей. Вы знаете, сейчас идут какие-то мелкие списания кредитов на уровне 300 тысяч тенге. Власть утверждает, что эта программа затронет около 500 тысяч человек. Я хотел бы вам напомнить, что у нашего государства есть возможности реализовать крупные программы не по мелочам, не получать подачки, которые сейчас организуют режим Нусултана Назарбаева через Тукаева. Мы спишем все потребительские займы, их общий объем около 12 миллиардов долларов. А Тукаев говорит, спишет кредиты там на несколько сот миллионов долларов. Мы спишем ипотечные займы на жилье до 30 миллионов тенге. Изучайте программы демократического выбора Казахстана и помните, государственная медицина будет бесплатной. Образование будет бесплатное. У нас много программ, которые кардинально изменят жизнь наших граждан буквально через два месяца после прихода власти в правительство демократического выбора Казахстана. Все экспортные предприятия, на которых работает свыше одного миллиона человек, именно в сырьем, в секторе, будут получать минимум 1000 долларов в месяц, а средняя зарплата будет не менее чем 1500 долларов. Я не буду все программы перечислять, но я хотел бы вас призвать действовать, обедняться. И те наши программы, которые нами озвучены, они абсолютно реальные. Не нужно искать этих денег нигде, они в нашей стране находятся. Нынешняя власть ежегодно борует у страны минимум 30 миллиардов долларов США. Что такое 30 миллиардов долларов США? 30 миллиардов долларов США это годовой бюджет, республиканский бюджет, годовой. Вы понимаете масштабы? Поэтому, когда эта власть начинает мелкие подвижки делать, воспринимаете это как подачки. У нас богатая страна, у нашей страны огромные возможности. И эти возможности мы должны перераспределить всем гражданам страны, а не только политической верхушке, во главе с султаном Назарбаевым. Для этого необходима полная смена политического режима. 21 сентября 14.00 мы призываем наших сторонников выйти на митинги по всей стране. Алга, Казахстан!